Савва Архипов и Анастасия Потихина приступают к росписи. Савва Архипов и Анастасия Потихина. Савва Архипов и Анастасия Потихина. Да, для нас все очень просто. Мы используем в качестве натуры распечатанные имиджи, картинки. То есть это реальные детали, какие-то металлические, которые вы фотографировали и теперь, можно сказать, копируете. Спокойно копируем, да, используя, естественно, живописные технологии и материалы. Краски, как правило, темперные. В сегодняшний день это акриловые краски. Мы хотели показать использованную фактуру, как бы, стиле юст. Неровные поверхности у нас. То есть наша кухня не новая? Не новая, да. На самом деле она новая. Да. Мазки, которые мы использовали, они тоже у нас хаотичные, чтобы подчеркнуть вот эту вот неровность и металлическую фактуру. Главное, чтобы графика была четкая у этого объекта. А что внутри, она должна быть, все должно быть живое, все должно быть, можно сказать, живописное. Здесь светлее, здесь темнее, маски какие-то. Абсолютно верно. Потом он все высыхает, снимается пленочка, аппликация. Аккуратно. Аккуратненько, очень аккуратненько. Кисточка и начинается писать. Прорисовка. Детали, да. То есть здесь игра света и тени. То есть очень простая. Чем объемнее, реалистичнее получается деталь, тем лучше, да? Абсолютно верно. Начинаем с тени, прорисуем тени, потом добавляем света, потихонечку набираем, кладем плечочки. Вот. И, ну, обладая, ну, достаточно простым опытом, то есть это не севтинтная капелла, конечно. Но при этом... Можно даже попытаться повторить. Обязательно, обязательно. Любой человек может попытаться повторить. Кажется, уже сейчас вроде бы все готово. А что еще требуется вот этим фасадом сейчас? Нужно покрыть лаком. Лак. Водный лак, который имеет шелкалистую фактуру. Накладываем все это. Два-три слоя. Два-три слоя. Что же, это последнее, что нам осталось сделать. После этого наши фасады будут готовы, можно будет их крепить, и мы увидим, какой станет наша кухня в результате. Два-три слоя. Два-три слоя. Два-три слоя. Продолжение следует...